как не знаешь если будем сегодня делать вот такие вот бутылочки с фантой но только наша фанта превратится в желе и ну то есть вот эта бутылочка такая же она станет желейной сейчас вот она настоящая твердая бутылка с фантой и это тоже фанта вот две разных фанта у нас одна фанта цитрус вот она у нас а другая фанта апельсин и эти бутылочки у нас станут мягкими мы их потом разрежем ну и поиграемся с ними но для начала нам нужно их сделать да как мы это будем делать у нас есть наши фанты и есть у нас вот такие пакетики желатином этот желатин нам поможет сделать эти бутылочки такими как они нам нужны вот для начала нам нужно смешать одно из фант будем делать по одной с желатином и подогреть это дело и немножечко подождать чтобы она застыла и далее мы сделаем из него вот эту бутылочку ну что приступим будем одну делать давай сначала будем оранжевую давай откроем ее аккуратненько да сейчас тебе дам выше и заливать держи потихоньку наливай сюда в баночку да потихоньку наливай только на стол не пролей давай леле леле аккуратно тихоньку и потихоньку сейчас наливаешь на стол чтобы все у нас было аккуратненько давай 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 выливай молодец стой так бутылочку мы оставляем она нам нужно будет еще все пахнет все пахнет хорошо держи вот этот пакетик я тебе помогу разорву чуть-чуть и сюда потихоньку высыпай только не просыпь да все высыпай ну высыпай переворачивай так могу чтобы все до конца высыпать но это не сахар это у нас желатин такой теперь возьми ложечку и помешай все это дело только тоже аккуратненько мешай чтобы она у нас ну вот этот комочек нужно размешать давай помогу а то он сейчас застынет и ничего не получится нужно размешать что не было никаких комочков но похож на помешать чуть-чуть еще немножечко помешаю аккуратненько похож на настоящий фанта но это же есть у нас настоящий фанта но это нет она еще не застыла в общем сейчас нам но теперь нужно эту тарелочку подогреть немножко да мы тогда сейчас отойдем и подогреем и и зальем ее в бутылочку она застыла но ничего страшного не важно вот сейчас мы это все сделаем вот сейчас мы будем вторую бутылочку фанты смешивать потому что одну мы уже что сделали но не замораживаем и мою охлаждаться поставили мы подогрели нашу смесь из фанты и желтый оранжевый вот и сейчас она у нас застывает как только она застынет мы это дальше все продолжим сейчас мы пока подготовим вторую бутылочку фанта да вот такую зелененькую нашу нет она никак справиться правит прозрачный давай наливаем ее вот и открутил наливаю также в тарелочку тарелочку воде на 2 наливай наливай зеленая фанта так владик налил у нас фанта бутылочку мы оставляем она нам пригодится берем такой же пакетик с желатинчиком вот как мы добавляли в тот раз раз его владику помогу открыть да а ты держи засыпай потихоньку смотрим по всей вот этой вот так потихоньку молодец да только не просыпь давай давай ничего страшного и немножко на кончик все все высыпал теперь бери ложечку помешай побыстрее надо мешать чтобы она все в комочке не превратилась но не торопись конечно бы давай помешаем помешаем да но еще пока не скоро нужно также это все дело подогреть и положить холодильничек остывать так аккуратненько у тебя уже он сейчас брызгать аж будет ты очень сильно мешаешь чего чуть потихонечку устала но хочешь я помогу давай помогу немножечко подмешаем и сейчас пойдем это подогревать уже принципе она размешана нормально я потом это конечно ну все мы идем подогревать нашу вторую бутылочку да и охлаждать ее там ничего уже не осталось все сейчас мы придем ну в общем вот у нас вроде бы желе застыла бутылочка сейчас мы будем эти бутылочки разрезать немножечко будем этим потом желе отделять и вот у нас еще есть ножичек для бумаги сейчас мы будем пробовать эти бутылочки разрезать посмотрим что у нас получится может не надо брать потому что он очень острый детям нельзя брать ножи вот сейчас будем экспериментировать сначала мы вот эту бумажечку отделяем ты увидел вот эту бумагу и вот эту бумагу не надо бумажечку оставь она нам еще пригодится так на всякий случай ооооо звелла он вас является да может вылезть поэтому нужно делать это аккуратно смотрись на самом деле вообще палец не платки это делать аккуратно и только со взрослыми потому что можно порезаться еще можно вообще себе палец палец порезать нужно ножнички сейчас мы ножнички возьмем а затем ну потому что нам нужно чуть-чуть подрезать ножнички будем делать дальше на самом деле мы это делаем первый раз может конечно не особо получится что получится то получится просто может получиться так что маловато мы желе сделали нужно было больше пакетиков высыпать как будто можно кушать на самом деле его нельзя кушать только настоящее желе можно кушать пока сюда подвинем камеру чтобы было видно что у нас тут за желе конечно по очереди сначала что не знаешь как если у нас не получится мы следующий раз попробуем все таки побольше пакетиков да но не получается у нас видно мы кстати попробуем эту бутылочку с фантой растопить пока мы ее не разрезали разрезали и добавить еще туда желе а тут у нас получается он какой смешной бутылка у нас не получилась одна а его играть можно можно играть попробуем другой фантой а он и пока смотри на столик чтобы у нас не падал вот такой у нас жилье ручки убирай аккуратно ручки сходи ручки помой пока аккуратно вот так как держи и пока покажу в зиме вот у нас какое жилье крутое а мама поможет мама нужно ребенку помочь помыть пока мы тут занимаемся резанием желе такое вот у нас жилье получилось интересно вот это нам можно выбросить холодное зле ну зачем ты опять ручками я поиграй немножко ну поиграй немножко а давай так не надо делать а то мы сейчас весь столик заляпаем нам придется заканчивать тогда в общем такое у нас получилось жилье хотели мы его порезать у нас не получилось мы попробуем сейчас фанты доделать она застынет и мы ее попробуем порезать надеюсь получится а можно мне ножиком поиграть нет ножиком нельзя поиграть можно без ножика поиграть желе сейчас мы пока прервемся доделаем нашу фанту в общем мы сделали добавили в эту фанту еще один пакетик желатина да и вот у нас застыла вроде бы должно получиться теперь то что мы хотели сейчас мы попробуем эту бутылочку уже вскрыть и попробовать из нее сделать бутылочку с фанты да сейчас мы это будем пробовать можно я рисунок отклею сейчас подожди ну давай отклеиваем рисуночек аккуратно так теперь важно без сыра мы его оставляем делаем сюда камеру чтобы видно было что мы будем делать так и у нас осталось только лишь бутылка без наклейки причем кладем ее и начинаем я что-то когда смотрю на оранжевую фанту когда она оранжевая фанта закрыта то мне кажется как будто меня уже и на оранжевую вот что-то да да не знаю как-то странно что-то так там еще на верху где крыска была и прости зле такое сделаю то есть как будто как будто апельсин не надо это пока трогать а то у нас сейчас не получится сейчас мы попробуем и за это сделать не знаю что получится но наверное хорошо получится может быть получится а может быть и нет это помоет да так 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 Ты там ещё немножко залевает её уже на тарелке. Уже выдавил? Да. Ну может конечно и так получилось. Смотри уже немножко на тарелке. Ничего страшного. Не без этого. Попка падает что-то. Попка падает. Попка падает. Попка падает. Попка падает. Попка падает. Попка падает. А можно я хочу, что надо и как надо? Да, вот это точно сложно. Ну, горлышко у нас не особо получилось, оторвалось чуть-чуть. Давай пока, пусть тут лежит. Главное, Владик. А пока, ну иди эту, потрогай. Понял? Смотри, я туда хотел палец засунуть, а он не засунувается. Немножко засунулся. Ставлю, как будто ее... Чуть-чуть. 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 как будто ее можно кушать на самом деле его нельзя кушать потому что оно не съедобное загаде пока вот и как она получится немножко ковальской ответственный момент я пока этот эту эту выдуву зачем пока чтобы не то я утилизала немножко у нас почти у нас получилось убираем сходи пока вот это отнесем в общем что-то у нас получилось но не до конца но какая-то бутылочка фанта получилась немножко конечно у нас поломалась да владик немножко поломалась но она у нас все-таки получилось покажем получше владик ручку убирай не надо палец засунуть а то она у нас и так вся уже порвалась немножко и ставим немножко не красиво то мы ее хотели еще порезать на кусочки вот такая у нас фанта будем сейчас разрезать фанту да можно я поеду ну что приступим будем резать фанту на кусочки потихоньку да сначала вот тут поесть сначала туда сначала туда сначала туда и так уже есть вот пусть пока лежит кусочек этот сейчас мы попробуем ровные кружочки отрезать такие вот вот наша фанта кругленькая вот дай мне по навозке кружочек складываю пока кружочки сюда вот это вот ножичку мы убираем и дальше фанту режем у меня от этой фанту уже руки все липкие ну конечно это же фанта у нас да липкие липкая фанта липкая фанта хиняя наверно тоже сейчас меня сюда положим липкая была колбаса колбаса фанта колбаса фанта колбаса фанта классное название придумали колбасэ фанта я положу 20 колбаса фанта классно специально наверно мама купила нос с лимоном вот мы и разрезали наконец-то эту фанту вот такая она у нас получилась вот такой у нас был обзор помучались мы немножко с этим но у нас вроде получилась можно будет потом как-нибудь большую бутылку сделать а я на кухне идет большую бутылку большую бутылку фанта ну на сегодня наверное все да ставьте лайки ставь лайк и подписывайся на канал пока пока пока